Всем привет, это камер с Люсей Чеботиной, и в этом выпуске ты увидишь. Монако, светит ярко, 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 прикольно. Мне кажется, что там был другой текст. О, что за песня прикольная? Я все та же, Люся, Люси, Люсильда. Только ты и я. Это точно со мной происходит? Зачем мне солнце, Монако? Зачем мне солнце, Монако? Дуэт римский, прикольно. Почему интересно римский? Я как бы сказала, что они сейчас на двухголосие выйдут. Блин, красиво сделали очень. Оно и музыкальное, виды изменили чуть-чуть. Добавили двухголосие, которые супер красиво разложили. Мне нравится, как сняли, ребята, хороший свет. Блин, парень классно играет на гитаре, девушка красиво поет, парень тоже красиво поет. Короче, блин, не знаю, мне нравится. Прям, прям я бы сказала, что десятка. У Люсы Чеботиной просто пушка песня, которая взорвала тикток. У нас есть дочка, ей 9 лет, она мега музыкальная девчонка. Она всегда говорит правду. Она говорит, пап, мам, что ты, ну, как бы, не очень. Это ей версия зашла сразу, она говорит, прям, вообще, прям топчик. Зато Люси Чеботиной очень зашло, но это очень приятно. Это клево. Аккаунт Солнце, мне оставили своего имени, тоже на Солнце Монако кавер. Ярко, прикольно. Мне нравится, оно как-то не утрировано, не супервокально, как-то не суперправильно, но есть определенные какие-то фишки. Монако, такая, типа, занижает, очень прикольно звучит. Ярко, прикольно, это может стать ее фишкой вокальной. На самом деле звучит песня так, как будто вот хочется собраться, все играют под гитару, хочется сесть около костра и начать ее петь всем вместе. Блин, так прикольно. Ты и я, отдельный мир от всей селены, от тебя прошу лишь одного. Мне нравится, как она поет припев, но мне кажется, что куплет и чуть-чуть она как будто не... недопрактиковала, как будто это сделала немножко не то, что у тебя пляпа, как будто это было сделано наскоряк, но очень прикольно все, в принципе, звучит. Мне не хватало дыхания, потому что она не попрактиковалась. То, что я имела в виду не попрактиковалась, не пропела это несколько раз, чтобы понять, в каких моментах взять правильное дыхание, где можно как-то схитрить, например, потому что я же тоже хитрю. Когда ты поешь на сцене, мало то, что у тебя адреналин, так еще и ты двигаешься, и очень часто спирает дыхание. И плюс ко всему, когда еще песня состоит полностью подряд из слов, и там просто даже негде взять это дыхание, это очень тяжело. Поэтому это надо практиковаться, чтобы это звучало как будто плюс-минус хотя бы рядом, как на записи. Вот, поэтому здесь просто как бы такое ощущение, что она такая, блин, классная песня. Села и просто от себя, от души сыграла и записала. Очень клево, но я поставлю 9, потому что чувствуется, что она не репетировала. Мне вот интересно, а аудитория, которая сейчас смотрит это видео, вы бы хотели от меня услышать «Солнце Монако» в акустической версии, возможно, даже под гитару? Специально для этого я научусь играть на гитаре, такая сказала Люса, но нет. Напишите в комментариях. Julie Cat. Мне кажется, что там был другой текст. Я, конечно, не настаиваю. Блин, я обожаю, когда в коверах меняют мелодию, когда меняют гармонию, но меня расстраивает, когда меняют слова, просто потому что лень учить, а не потому что там от мужского лица или от женского. Нет, ну, типа, девушка поет неплохо, но вот слова прям минус. Минус, 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 потому что там должны быть другие слова. Я, конечно, не ревнивая и не душнила, но я ставлю Julie Cat 5 из 10. Спасибо. Когда мы меняем, интерпретируем, там, типа, ты пришла, и, там, мы меняем, там, ты пришел, потому что меняется пол, это одно, то слова можно менять. А когда тут, в принципе, все, менять, ничего менять не надо, это просто человек не захотел учить слова, вот. И плюс ко всему она, что мне дотягивало в начале. Ну, за порыв, конечно, хочется сказать спасибо, а за вот именно слабое исполнение и за отсутствие правильных слов я вот занижу оценку, поэтому будет 5. Julie Cat, прости, просто всегда надо научить слова, это очень-очень-очень важно. Спасибо, что посмотрела мой кавер. Не считаю плохим переделать там какое-то слово или я там случайно не то спела. Я считаю, что все нормально. Хотя, в целом, спасибо за комментарий от Люсы. Может быть, возможно, мы с тобой сможем когда-нибудь спеть, если это получится, и успехов тебе в твоем творчестве. По мнению моих там друзей, знакомых и так далее, когда я показывала альбом, многие говорили, что типа солнце Монако класс, ну, типа такое уже типа не лето, это тяжело зайдет, это уже там было. Мне почему-то все говорили, что зайдет именно Амур, вот. А в итоге залетел в Монако, и я, честно говоря, не ожидала, и когда это все происходило, я такая думаю, это точно со мной происходит? Это точно? Это не фотошоп? Давайте вспомним всех, кого сегодня нет. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-о-о, что за песня прикольная? И все с гитары, блин, круто. Блин, мне очень нравится эта песня. И те, кто не предал, когда нам было трудно, кто плечом... Аккуратненько, спокойно вообще, как-то нравится. Блин, клево, она и встала, и сыграла, и спела, блин. Класс, мне нравится, но единственное, что девушке очень красивый тембр. Я бы развивала параллельно какие-то свои именно индивидуальные нюансы, потому что никто из нас изначально не рожден со своими фишками, со своими какими-то прикольными изъянами в голосе. У нее все очень правильно и аккуратно, а мне хочется вот какой-то вот особенности. Я ей поставлю 8, потому что мне кажется, что есть куда еще расти, но мне она очень сильно импонирует. Я считаю, что если она еще чуть-чуть подработает над собой, над голосом именно, я имею в виду, то у нее может все круто получиться. Так, следующий кто у нас? София Дудко. Я смеюсь над его тупыми шутками И молчу о том, что хочу рядом быть с ним сутками Молодец, попадает в тот тяжелый момент, где даже я первоначально попадаю. И я делаю вид, и я делаю вид, что... Просто мне иногда даже вот мой сам продюсер зовется, он говорит, тебе надо купить маленький-маленький метроном, который у тебя будет стоять в ушах и делать тебе тк-тк-тк-тк-тк ритм, потому что вот эти вот все аккорды, которые идут в этой песне, это реально тяжело. Кажется, типа, серия, что такого? Ничего там такого тяжелого нет. Когда идут эти аккорды... Очень тяжело выстроить ритм, где правильно вступать. Это вообще, это стресс такой максимальный. Я ловлю на сцене, когда пою эту песню. В моих глазах не горит, что в глазах не горит любовь. И я не скажу о том, что не гусил на разговоры. Я вышла из троста, что хочется покоя за спиной супергерой. Хочу расставить все надея, расставить все по местам. Тик-тк-тк Танис пошел. Мне нравится. Я поставлю 10. Очень, очень обаятельная, красивая девочка. Попала везде в ритм, что даже, блин, я периодически не делаю. На самом деле, реально, это тяжелая песня и по дыханию, и вокально, и ритмически по строению аранжировки, потому что... Аранжировки? Что за слово такое? Олдскульная аранжировка. Я считаю, что это просто лайк. Я ставлю 10. Мне нравится. Внутри меня ничего не изменилось. Все так же. Я все та же. Люся, Люси, Люсильда. Изменилось, конечно же, отношением многих знакомых и друзей. То есть раньше, если люди относились так немного, типа, из серии с предвзятым отношением, там, типа, ну ты еще не топ. Ты там пока что артист слабоватый. У тебя огромный потенциал. И все как бы так говорили, но при этом, мне кажется, до конца никто особо не верил. А тут, когда это произошло, все сразу, мы тебе говорили, я тебе говорил. Меня это немножко, конечно, веселит, потому что я понимаю уже, что вся эта ситуация тоже временная. У кого-то дольше идет успех, у кого-то идет меньше. Я надеюсь, что у меня он продлится долго, но к этому надо просто приложить максимальное усилие, вот, не задирать нос, не идти там, типа, у меня трек сошел в топ. Просто я сейчас работаю над новым материалом, поняла примерно, куда двигаться, поняла, что людям нравится, что люди хотят услышать именно от меня. И сейчас вот работаю над материалом, и надеюсь, что следующие мои треки будут так же радовать, как Солнце, Монако и новый альбом. Я, в принципе, долго думала, потому что я дала только двум участникам по 10 баллов, и все-таки я склоняюсь к Софии Дудко, потому что мне кажется, она очень харизматичная девчонка для артиста, это очень главный такой, наверное, фактор, это харизма, обаяние. Поэтому приз я тебя, София, опубликую у себя в сториз. Вот, надеюсь, что моим подписчикам тоже понравится твое исполнение, они не придут к тебе на страницу и тоже будут слушать твои классные кавера. Это был кавер с Люсей Чеботиной, надеюсь, что вам понравилось. Ребят, если кто обиделся на мои комментарии, не обижайтесь, я, наоборот, всегда хочу быть критичной ко всем, чтобы был ваш личностный рост, чтобы мы обращали внимание на свои какие-то недочеты и не спускали все, типа, а, и так сойдет. Вот, потому что каждый из нас талантлив, и можно всегда развить свои голосовые данные на максимум, которые, в принципе, нам дала природа. Так что я надеюсь, что вам очень все понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте комментарии ваши, напишите, где я была не права, где вы сами согласны, где нет, напишите, как вам моя кофточка, вот, ну и, собственно, на этом все, пока!